Всем привет! Сегодня я хочу остановиться на таком понятии как old school, потому что прям вот сейчас это понятие очень во многих сферах деятельности людей звучит, в разных там их хобби, увлечениях, поэтому рассмотрим сегодня именно old school в контексте именно мотоциклетной тематики. В общепринятом значении old school это старая школа. Здесь сделаем оговорку, что понятие старой школы не несет за собой восстановление или приведение в аутентичный вид старых мотоциклов. Восстановление и приведение в аутентичный вид старых мотоциклов это все-таки можно назвать как ретро или реставрация. Старая школа на современном этапе это переделка и тюнинг современных мотоциклов по якобы историческим канонам стиля. В контексте мотоциклетной тематики данное понятие вот именно на мой взгляд означает как бы небольшую стилизацию под мотоцикл выпущенный после середины 20 века, а именно это где-то 1960 и вот по 1980 годы вот этот вот интервал, наверное, захватывает именно вот те моменты, под которые как бы стараются скопировать мотоциклы современные. Тут также хочу отметить, что речь в большинстве случаев идет все-таки именно под стилизацию, а не создание аутентичной модели, как я уже сказал выше. Это связано все-таки с высокой стоимостью и невозможностью на раз раздобыть необходимые детали, потому что это мотоциклы старые и это достаточно дорого и сложно и вообще как бы нерационально. Очень редко можно встретить современный мотоцикл грамотно стилизованный под старину, то есть именно вот этими фенечками, какими-то штучками сделан, чтобы так это все гармонично смотрелось. Также иногда мотоцикл переделывают настолько радикально, что вот этот стилизованный мотоцикл, так называемый олдскульный, его уже невозможно просто в первоначальный вид привести, то есть в состоянии стокового мотоцикла там и рама может быть переделана, и обвес, и крепежи там все переделываются настолько радикально, что мотоцикл уже просто очень сложно его как бы и самому владельцу эксплуатировать, и потом его куда-то реализовать. Но об этом немножечко ниже я расскажу. Безусловно, для как бы Соединенных Штатов Америки, вот именно то время, вот эти 60-80-е годы, это были славные времена, появилось тогда множество субкультур, в том числе и байкеры, которые, как все мы знаем, объединялись в мотоциклубы. Ну, вернемся на, как бы, современное время уже, да, и в разгар мотосезона мы по несколько раз в день, это вот в больших городах, я сейчас рассказываю, видим яркие, но зачастую лишенные многих практичных деталей мотоциклы, а также их владельцев, которые очень так интересно иногда восседают на этих аппаратах в самых необычных позах. Не могу вам сказать, насколько это хорошо или плохо, но увлечение олдскулом, это, опять же, на мой взгляд, просто такая некая мода, которая со временем пройдет и оставит за собой просто множество раскуроченных, никому не нужных мотоциклов. Чаще всего переделки подвергаются следующие детали, это крылья, их обрезают или вообще снимают, очень часто переделывают сиденья, ставят лягушки, а пассажирские зачастую вообще как класс ликвидируют. Руль ставят в самых необычных форм, начиная там с невысоких каких-то более-менее приличных хэпхангеров и заканчивая просто Z-барами, какими-то вообще нереальными мутантами самодельными. Топливные баки уменьшают, ставят небольшую так называемую фисташку колеса, но тут речь идет не столько о переделке самих колес, а сколько покраски. Красят обода в какие-нибудь яркие там цвета, например, в красный, что как бы немножко нас отсылает во времена хат-родинга. Это тоже такое модное течение как бы у автомобилистов. Ну не в России, в России все-таки, чтобы сделать нормальный хат-род, это нужно достаточно финансовую прочность такую иметь. И каким-то бюджетом значительного было, чтобы сделать более-менее грамотный такой хат-род. И опять же время на это все нужно. Но вернемся. Также колеса частенько переобуваются в покрышке, стилизованной под старину. Или ставят покрышки с белыми боками, так называемые white wall. Также переделывается электрика. Особо ярые вообще фанаты выдирают все ненужные, на их взгляд, проводку, реле, светотехнику и даже иногда контрольные лампы. И в расцветке, вот именно мотоциклов, которые под old school, можно достаточно часто встретить, что все-таки преобладает какой-то черный матовый цвет, белый и какие-то красные. То есть максимально какие-то элементы стараются выделить. Но общий стиль мотоцикла выглядит так, что как бы все, что должно быть спрятано, торчит и бросается в глаза. А все лишнее, по мнению олдскульщика, снимается. Снимаются кофры, стекла, обвес, дуги и прочее. То есть тотальная минимизация. Как бы большинство этих переделок снижают функциональность и удобство езды на мотоцикле. Но, как говорит мизантроп, кастомайзинг бессмысленен и беспощаден. И, наверное, old school, это такое небольшое все-таки направление кастомайзинга. Иногда, просматривая объявления о продаже мотоциклов с грустью, смотрю на жалкие переделки, которые настолько их хозяин индивидуализирует, что их не покупать, несмотря даже на более низкую стоимость по сравнению со стоковыми мотоциклами. То есть владелец, грубо говоря, купил сток, переделал его до такого состояния, что на нем уже просто невозможно нормально ездить. И теперь просто сливает испорченный мотоцикл. И таких объявлений, на самом деле, очень много. Эти мотоциклы продаются, как правило, либо по очень высокой цене, либо по низкой цене. По середине рынка они практически никогда не идут. Очень печально смотрятся разные стеды, драги, над которыми надругались их владельцы. И после всех таких вот издевательств, якобы под олдскул, пытаются их слить, явно не понимая, что эти мотоциклы смотрятся настолько убого, что они уже просто даром даже никому не нужны. Лично, как вы поняли, я очень скептически смотрю на современные, якобы олдскульные мотоциклы. По моему мнению, хочешь настоящий олдскул, найди и приобрети хотя бы какой-нибудь старый мотоцикл, Шовелхед или Панхед, ну или другой старое ведро, вот с тех времен, как я говорил раньше, там в 80-х, 60-х, 80-х годах. И дело из него уже более-менее олдскульный мотоцикл, используя детали и методики прошлых годов. А все остальное это просто попытка такая некая скопировать и наложить стиль якобы старой школы на современный мотоцикл. В итоге получается, что такой аппарат, как я уже говорил, в большинстве случаев становится просто мотоциклом, как я говорю, для страданий и вызывает печаль и реально грусть окружающих, потому что они видят, примерно имеют представление, как он выглядел в стоке и что из него сделал владелец. Тут еще можно что сказать, то что современные мотопроизводители стараются максимально облегчить жизнь владельцам мотоциклов, они устанавливают различные вспомогательные системы, это электростартеры, АБС, инжекторные системы питания, а олдскульные ребята все это презирают и по возможности выкидывают. Грубо говоря, это я резюмирую сейчас, такие мотоциклы годятся только в качестве шоу-стопперов в большинстве случаев, или это сугубо городская эксплуатация, потому что куда-то далеко на нем ехать просто будет некомфортно, неудобно. Казалось бы, еще, наверное, каких-нибудь, может быть, 7-8 лет назад никогда бы не подумал, что это станет настолько модным. Это просто стало модным и вот просто повально народ, желая выделиться, начинает орать об этом олдскуле, переделывать мотоциклы свои. И я не говорю, что получается это у всех плохо, а некоторые выглядят достаточно так интересно, гармонично. Как всегда, надеюсь, что вам было интересно. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok